все нормально начнем немножечко с того что после предыдущих инерциоидов которые мы записали с тобой поступило несколько вопросов в плане того что все-таки достаточно тяжело изготовить то есть как определить то есть правильную частоту съема то есть чтобы съем совпадал с инерцией значит вопросы собственно говорят куда в какую сторону будет приложена собственно говоря накоплено допустим там в пружине или в магните скажем так в момент съема энергии то есть ведь допустим можно вообще разные моменты применить то есть можно допустим на съем отправить тот момент так допустим диски будут на толкание разве разберу то чуть дальше да соответственно мы снимаем до момента проскакивания но в этот момент тогда у нас будет получаться очень интересная картина то что вектор собственно говоря силы магнита уже будет в другие в другую сторону будет сработан но то есть тут много как бы механических вот этих вот моментов то есть дополнительных нюансов то есть чтобы не не утыкаться вы во все эти мелочи ну вот плюс вопрос полупериодного съема ну то есть вот это вот что значит основные задачи собственно говоря то есть но как по сути речь шла про то что необходимо упростить систему пришлось немножко еще дополнительно как бы сказать над этим поковыряться вспомнить предыдущие опыты которые были поставлены то есть основные условия какие значит генератор он во первых не должен иметь какой-либо вообще номинальное залипание это принципе было озвучено дальше съем должен идеально совпадать с механической инерцией системы желательно без датчиков без каких-либо датчиков вот тоже такое интересное условие дальше желательно не использовать полупроводники это мы так понимаем над этим мы как бы все время стараемся по работе ну и соответственно максимально упростить механически и как бы вариабельность изготовления данной системы по сути кустарных условиях потому что допустим объясненная схема да все хорошо но тут же возникает вопрос допустим генератор если какой-то применять трехфазный генератор не очень хорошо в этом режиме работы то есть ты просто чтоб его в генераторный режим ввести уже тратишь мощность то есть какие-то заводские генераторы на постоянных магнитах не сильно распространены скажем да и я думаю что проблемно как бы сказать найти оптимальные варианты там нужно согласовывать опять же по частотам и все остальное то есть много разных нюансов значит то есть стала задача как бы сказать с поступившими вопросами как можно решить все эти вопросы как бы привести систему упрощению и возможный к быту пробе пера вот значит напоминаем что у нас пока я получала схема у нас есть мотор там ребята правильно отметили потому что это где-то пошла там нарисовал шкив не ту сторону понижающий но это не принципиально поскольку как бы этому смысл абсолютно понять да 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 то есть мотор который у нас с тобой значит крутит магнитную муфту допустим вот так и вот к этой части собственно говоря у нас подключается уже генератор вот то есть ну что начал собственно упрощать данную систему ситуация следующем получается если у нас есть магнитная муфта значит по сути мы можем отказаться вот вот этой части но если у нас уже есть вращающиеся собственные магниты зачем мы будем как бы просто и как механический элемент использовать мы же можем напрямую с ними работать вот ну и соответственно дальнейшая собственно ряд как от датчиков полупроводников и всего остального сейчас по ходу уже будет понятен откуда он берет для начала нужно переместить генератор собственно говоря вор сама непосредственно магнитную то есть физически получается что у нас мотор на одной оси установлены два диска с неодинами допустим магнитами то есть один закреплен жестко 2 просто на этом оси и например просто по ошибке сможет свободно вращаться то есть находясь зацепление с магнитами но вот неважно как на отталкивание напряжения не нас крутится вместе то есть попытка собственно говоря как раз допустим съема обмотками из нас допустим вот сзади обмотки вот здесь стоять за магнитами приведет по сути к тому же самому генераторного режима соответственно отпадает необходимость какого-либо устройства дополнительного туда грани вот то есть дальше выпадаем на самую интересную вещь нам необходим генератор который будет эффективно работать четко разделяя собственного полуволны по физическому воздействию тут пришлось вспомнить эксперименты которые еще в их сети делал то есть это физическое разделение полуволн то есть не так то есть если у нас получается допустим терм стоит но там самок мимо него в этот момент как бы проходит магнит у нас получается полуволны но физическое воздействие до середины у нас получается здесь на отталкивание против этой если момент съема собственно здесь мы получаем отталкивание а в момент когда у нас проходим середину здесь нас получается обратная система то здесь притяжение мы проворачиваем дальше то есть физически разный процесс который собственно делится вот здесь ну то есть тогда принципе я там как бы так и выразился то что мы имеем право снимать только четвертями но это в стандартном исполнении то есть однако там же потом я эксперимент оставил и зарабатывал эти как бы сказать моменты то есть как можно полуволнам привести значит поскольку нам четверть периодами неудобно работать это в любом случае какие-то контроллеры транзисторы и так далее но то соответственно нужно было разработать механически банальный конструктив катушки и такой скажет метод метод съема где полуволны физически бы различались именно полуолны то есть получилось довольно таки простая геометрия то есть центральная часть катушки отверстия допустим x1 него там она у нас было 30 миллиметров значит через какое же самое расстояние проводим а получаем в три раза больше внешний диаметр катушки допустим 30 миллиметров отверстия 90 миллиметров не внешний диаметр значит соответственно магнит который будет проходить в этом месте он будет иметь такое же самое как центральное отверстие такой же размер то есть вот эта система она уже получается реагирует именно полуволнами на генерацию у нее получается следующий момент то есть когда у нас магнит подходит краю катушки это у нас начало мы подошли к самому началу генерации далее соответственно магнит когда у нас находится полностью перекрывает саму обморку это у нас четверть периода вот здесь но и когда он входит в дверку сюда в центральную мы сходим на к нулю вот сюда соответственно при выходе то есть второе второе его положение вот здесь это отрицательная полуволна и полный выход собственно раз этой стороны вот такой вот получается момент не полуволна а сразу две полуволны получается за проход одной катушки соответственно если изменить полярность магнита изменится вот это вот поляр вот то есть это как бы реальные проверенные данные вот которые я испытывал значит вот здесь как раз нам очень удобно физически различать в данном случае если мы снимаем допустим верхнюю полуволну мы точно знаем что эта катушка сейчас будет отталкиваться ну в данном случае допустим от магнита с другой стороны она будет притягивать до этого то есть если мы используем сразу нас одновременно в полуволне лежит и притяжение отталкивания не ничего не даст съем полуволны то есть мы в любом случае вот то есть продолжим на чем прервали причем примерно вот такой график получается генерации то есть вот в этой точке где у нас магнит максимально говорит обмотку у нас здесь максимум вот в этой точке соответственно но относительно его центра вот здесь у нас 0 вот она полуволна у нас получает соответственно когда он подходит полностью к центру вот здесь у него в этой точке 0 но и соответственно полностью противоположная картина с другой стороны то есть физически сама обмотка разделяет действие собственно говоря отталкивание притяжения сразу же геометрически от своего относительно центра и это совпадает с полу волну то есть в данном случае мы легко можем отделить физическое то есть механическое воздействие генератора и по крайней мере учитывать его такого исполнения то есть если допустим это два инерциоида то без проблем то 7 что нам нужно отталкивание допустим хорошо мы можем снимая верхнюю полуволну мы обеспечим только отталкивание одного объекта относительно другого а не залипание полное когда они отталкиваются притягивается вот значит следующий момент то есть у нас максимальная генерация когда допустим вот этот полюс у нас будет меру находиться физически возник и соответственно второй максимум но обратной полярности когда он перейдет в эту точку значит логично предположить что установка второго магнита допустим северной полярности сюда вот то есть ровно через одну треть немножко неудобно рисовать на что я очень очень сильно сбоку смотрю на все это дело то есть установка второго магнита через равное расстояние но в данном случае что мы получается одновременно имеем два процесса значит если на таком расстоянии установлены вот эти два магнита то в данном случае мы однозначно имеем собственно это замыкание одного на другого вот таким вот образом потому что то есть вот вот эти испытания которые только что вот это объяснил то есть это проводилось на диске где магниты были разнесены три раза дальше то есть получение чистой собственно для волны без дополнительных вмешательств но дальше то есть желательно обеспечить она максимальную как бы сказать максимальное сцепление с плоской катушкой на воздухе если мы без сердечника именно плоская катушка обеспечивает максимальное сцепление с магнитом соответственно как бы нужно возможно добавить сюда магнит для того чтобы собственно говоря катушка вот этот момент подхватила то есть тот момент когда у нас получается южный полюс генит максимум вот здесь это вот у нас от южного полюса вот эта точка соответственно северный полюс в данном случае нам будет в этот же момент времени это же полуволна но будет перевернута в этот момент то есть вот что юг у нас генерит что север будет находиться в этой же точке получается что если мы ничего не снимаем магниты друг на друга замыкаются вот так как зелененьким показал но при попытке съема на такую обмотку у нас собственно будет естественно возникать замыкание уже по обмотке в электромагнетизме проброс вот в эту сторону он физически отличается вот скажем так той электростатики на которой собственно взаимодействуют два этих магнита но и поскольку у нас система максимально эффективно работает с плоской катушкой и плюс это должно быть диск объект вращения пришлось как бы но логически поработать как можно доработать систему чтобы оставить ее на плоской катушке ну и плюс сейчас есть немножко другое понимание режима генерации то есть как более эффективно создать генерацию в данном случае получается примерно вот такая картин то есть если у нас допустим используется 6 магнитов то есть почему сразу от 6 отталкиваешь потому что здесь очень четкая пропорция вот я их сразу поделил на три фазы они все отмечено то есть на цветных картинках видео когда ты ложишь там люди могут скачать посмотреть то есть вот это по сути получается не единичными обмотками мы вот это устанавливаем а мы по сути просто плоскую катушку устанавливаем в один слой просто начинаем ее собственно ремонтать но поскольку плоские мы научились уже хорошо мотать одинарным проводом у нас получается вот такая вот обмотка и что в данном случае вот в этом варианте сейчас с одной стороны мы сейчас если рассматриваем как бы просто магниты то есть у нас сейчас и даешь нулевой потому что ни один магнит не пересекает собственно говоря обмотку но тот же самый момент ведь это только одна катушка впереди от магнита вторая катушка должна быть провернута сзади на угол 60 градусов и в этот момент у нее кстати ошибки по поводу 60 до 30 градусов провернута на тот момент у нее с той стороны наоборот максимальные ds вот в этом заключается вся основная как бы идея которая которая преобразовалась вот в такую конструкцию плоской катушки то есть вот так собственно говоря который уже непосредственно скажем так сновидением то есть если здесь разукрасить но то есть примеру допустим вот это йог юг и соответственно три противоположных северных магнита я ставлю потом цветные да 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 это понятно картинки поставить на просто сейчас по видео то есть как показала вообще практика люди не умеют тыкать ссылки то есть при двух тысячах просмотров допустим на видео и где говоришь вот реальное видео реальные видеосъемка пожалуйста можете посмотреть то что объясняли как это работает физически и там простите 150 закатчик этого видео но то есть вот мы видим реальный контингент который собственно говоря все что-то способен воспринять вот значит что у нас здесь данном случае получается значит все абсолютно сходится то есть каждая собственно каждый магнит собственно я готов генерить на вот эту обмотку но здесь самый главный момент заключается в другом обрати внимание насколько сильно отличается у нас разница хода по генерации то есть если мы рассмотрим вот эту дугу внутреннюю и вот эту дугу внешнюю одной той же самой проводины которая идет здесь от северного к южному и потом от южного к северного у нас то и получается такая картина значит минимальная собственно говоря отношение изначально идет одна шестая то есть единичная длина ушестеренный и когда катушка наматывается дальше она подходит как бы выворачивается систему и она собственно подходит ситуации с переворотом в обратную сторону но вот такую систему вот это получается отношение длин то есть длина собственно говоря обмотки которая приходится на одну пару магнитов и другую пару магнитов длина дуги внутри составляет допустим одна треть у другой ворот момент она составляет в шесть раз больше то есть отношение по генерации проводом то есть получается что ведь эдс который как бы должны сгенерировать магниты вот этот вот и вот эта пара и вот эта пара условно говоря должны быть одинаково ведь силы прилагаемые магнитом одинаковы значит по количеству витков усредненное значение получается один к двум то есть вот это вот 240 градусов полностью описаны и собственно говоря здесь вот между магнитами это полноценная катушка вот это вот вот это здесь составляет всего лишь угол 120 градусов и вот это вот вот этот сегмент который составляет одну треть он по сути без индуктивный то есть это можно легко проверить на любом сердечнике очень хорошо видно то есть в какой момент мы намотали там примеру не знаю там 10 там но 10 мало допустим там 50 витков мы добавляем еще один виток вот вопрос то есть тестер четко покажет когда добавится еще один виток то есть мы добавляем пол витка не увеличивается индуктивный когда мы доходим до две третьих вот только в этот момент как бы скачком добавляется индуктивность виток включен в систему вот здесь примерно то же самое но здесь мы не только на уровне витков работы мы сразу работаем на уровне длин провода то есть на ровно уровне волнового резонанса то есть сам провод у нас по сути порезан на волновой резонанс сразу же по длине вот этого сектор о в котором здесь присутствует происходит вот эти вот катушки наружнее который вас как бы выпирают они получаются электромагнитные вот эти вот части они по сути не содержат прямого электромагнетизма у них работает только поверхностная емкость вот то есть ответная часть с той стороны которая вторая допустим но она уже вот как бы да 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 то есть проворотом получается вот она запустим вот так провернуто то есть вот ее вторая часть тот момент когда у нас допустим магнит там пример на левую полностью совпадает другой соответственно находится в отверстии и здесь даже какая интересная получается ситуация в случае если мы пытаемся снять вот этой полностью все обмотки вот это у нас вот это и вот это является собственным электромагнитом в этот момент когда вот эти физические магниты ничего не наводят на вот эту катушку вот это обмотка съема является электромагнитом для вот этой части вот этой вот центральной части тот момент когда оба магнита не ничего как бы не принимают то есть и в то же самое время вот это обмотка является ответной она по сути является усилителем для магнита по обратной связи физически если мы их соединяем последовательно то есть мы имеем центральную точку и скажем так попытка съема с одной приводит тому что необходимость использования автотрансформатора то есть противо эдс вот этой катушки инициирует эдс на вот этой катушки но при этом самый главный момент это именно генерация генерация игра осуществляется здесь фактически без индуктивным способом у нас при одной и той же наводимой мощности разная поверхностная емкость мощности как но условно в электромагнетизме он так говорит то есть по электростатике мы имеем абсолютно разные собственно пропорции длин провода то есть та же самая если то место где мы подойдем один к одному то есть это в середине у нас получается как мы говорим стенка блока где длина сектора между допустим южным северным снаружи совпадает с длиной сектора внутри но то же самое от южного к северному внутри вот это как раз усредненная линия которая нам генерит по сути макси то есть ток она генерит максимальную частоту другие же обмотки когда вот они расходятся поскольку имеет разницу длин при одних и тех же магнитах они в данном случае формируют электростатику то есть катушка которая вот это вот намотана она физически создает где-то вот такой вот объект условно для понимания вот наша 1 3 точнее 33 к одному внизу и 16 вверху то есть она уже дает смещенную стенку блока вот в эту точку сразу же и при этом у нее на двух концах то есть вот и центральная . вот именно у этой катушки мы не выделяем я не думаю что напрямую пригодится пока что по крайней мере значит вот основные два отвода то есть физически у нас получается на двух концах мы сразу же имеем разницу электростатики разницу частот по электростатике то есть прямой электромагнетизм в этой системе генерирован именно в центре катушки дальше это генераторная модель которую пришлось как бы сгенерировать логически пока что в металле на не организовано но я думаю что скоро проверено по крайней предварительные все результаты тестировал были сделаны еще два года назад вот и это были очень хорошие да то есть там очень большая тяга была получена на плоских катушках без сердечника то есть прикладывать от 30 до 50 ватт скажем так удерживание плоскими катушками общая 8 катушек общая индуктивность не меньше 1 миллигенри вот удерживали 8 магнитов достаточной силой но то есть к сожалению там измерения не проводились но проводились механические прямые измерения 135 миллиметров шестеренка пластиковая за нее руками невозможно было провернуть установку установка размером 40 на 40 стоящая на резиновых ножках на столе проворачивали проворачивались резиновые ножки по столу и это при том что вы мощность проверялась просто мощность сцепления в данном случае с катушками соответственно можем генераторном режиме мы оценивать аналогичный ответ системы то есть насколько данная конструкция скажем так может выдать и ds то есть сейчас мы рассматриваем именно то есть силу сцепления то есть плоской катушки без сердечника и соответственно постоянными магнитами по крайней мере пытаемся найти оптимальную схему работы чтобы избавиться от лишнего металла потому что мы должны исключить элемент того что начинали элемент начального залипания то есть его быть не должно вот это то что касается по генератору то есть по сути как бы генератор можно исполнить прямо же на магнитной мушке вот вариантов к этому достаточно много дальше возвращаемся если сейчас мы рассматривали вообще даже как бы разный принцип работы полуон то для чего все это нужно если мы можем эти полу волны скомпенсировать точно такой же второй системы значит рассмотрим немножко другой вариант исполнения муфты самой магнитной муфты вот для той же системы допустим ротовертера который может до этого рассматривать немножечко перерисуем по-другому допустим у нас есть мотор мотор у нас крутит опять же наш допустим диск с магнитами и теперь мы не второй диск сюда подставляем мы подставляем но я сейчас нарисую для удобства понимания вот в таком их ракурсе но это не означает что их нельзя перевернуть горизонтально для лучшего то есть три диска как бы сказать в одной плоскости но в зацеплении с магнитами условно пока тут какие-то магнитики у нас стоят тоже какие-то магнитики стоят так что было понятно что этому за палочки то есть примерно такая ситуация значит вот это у нас будет получать генератор один вот это будет получаться генератор 2 то есть поскольку скажем так исполнение в виде одной плоской катушки или там двух плоских катушек с двух сторон в таком режиме ему ничем как бы не осложняет в данном случае конструкцию то есть это не брать каких-то два дорогущих генератора который цеплять на 1 физически как бы достаточно просто исполнить что у нас получается в таком случае значит вот эти значит рассматриваем стоит позиции что они содержат именно 6 магнитов но если магниты увеличивать изменится режим генерации причем именно на физическом уровне то есть без проблем да мы можем увеличивать количество магнитов для того чтобы увеличить не то чтобы даже силу а именно как бы он удобно здесь получается ось которая в центре она как бы достаточно маленького размера не превышает диаметр магнит хотя допустим на той же самый там на фанерке исполнить его проблем никаких но поскольку это просто плоская катушка вот то есть если мы увеличим количество магнитов изменится угол то есть вот сейчас вот здесь вот углы которые разделяют как бы по основным хордом на нем будет хорошо то есть получается что на вот эту катушку внешнюю приходится угол 240 градусов в то же самое время на внутреннюю приходится 120 то есть здесь четкое разделение вот она 2 вот она 1 то есть это касаемо вопроса именно генерации в области электростатики то есть если же мы начнем раздвигать большее количество магнитов мы начинаем терять вот этот момент по электромагнетизму но он будет но но я предполагаю что он будет ослабляться потому что внешне вот вот этот вот вот это отношение которое поди именно индуктивности она начнет как бы переходить грань когда собственно начнет резко падать индуктивность катушки просто это будет пол витка хотя пол витка еще работают но они уже немножко в другом режиме работы прямая индуктивность начинается именно в 240 градусов витка это то что касается по увеличению магнита поэтому пока рассмотрим допустим здесь 6 так как только что сейчас рассматривали но значит к этому моменту получается нужно какое еще условие выполнить количество магнитов которое должно быть на приводном диске должно быть нечетным то есть если у нас здесь допустим вот тут у нас 6 магнитов тут у нас 6 магнитов примеру вот на этом у нас должно быть 5 магнитов что нам это дает если мы рассмотрим вот эту самую как бы картинку но плоскости самих дисков но и моторную соответственно вот здесь у нас получается такая вот картина то есть примеру здесь у нас получается вот так вот стоят наши 6 а с другой стороны они должны стать в обратную сторону то есть как бы противо фазу так а тут мы добавим таким вот то есть здесь диск который по сути должен иметь одинаковое количество магнитов потому что нечетный одним полюсом просто так не поставить точнее разными полюсами здесь соответственно полный но то есть это вопрос синхронизации привода там даже как бы не обязательно именно магнитную муфту но можно даже механики исполнять но тогда они обязательно подпруженивающей линии но это связь это тот же самый обычный планетарный редуктор который стоит заднем мост автомобиль вот вот вся та же самая картина и что у нас получается задача какая то есть поскольку обмотки съема от генератора примеру у нас спят это вот здесь упрощенного так нарисуем нас интересует только что генерация в единый момент времени в тот момент когда первый генератор допустим находится в точке максимума второй генератор в этот момент должен находиться физически в точке минимум то есть вот эти вот условия у нас должны быть соблюдены то есть вне зависимости от количества оборотов которые у нас скажем так крутится два вот этих диска и тут еще вот этот момент как они крутятся потому что один диск у нас получается будет крутиться в одну сторону в этот момент второй диск крутится в другую сторону вот здесь потому что редукторная передача вот то есть нас интересует что для того чтобы избавиться от всех вариантов скажем так с управлением попытками там какой-то полуволнового отсечения хотя мы это вопрос тоже у пола решили но там накладывается вопрос на механику можно сразу же поставить систему с разницей фазы 90 градусов и использовать одну в качестве опоры для другой то есть на графиках если вот это вот изобразить и построить графики то есть снова 90 градусов у нас стандартные две функции синус и косим то есть получается что не важно какие обороты здесь всегда синус и визуально и здесь всегда синус на словах и все тоже самое но они между собой должны вот эти иметь 90 градусов что получается если мы два этих генератора соединим одним концом кучу причем здесь не принципиально даже каким но то с другой стороны вот на вот и контакт мы уже будем видеть немножко другую картину то есть мы будем видеть разницу напряжение или собственно говоря то есть сигнал первого генератора относительно сигнала второго генератора без нагрузки пока собственно система находится просто в вращательном режиме то есть получаем собственно просто вот такой вот график то есть у нас есть два сигнала синус и косин это физически заданные параметры которые смещены просто во времени результирующая общая которая здесь получается она будет равна смещена на 45 градусов по фазе относительно любого из них и по амплитуде равна корень из двух то есть если условно принято за единицу значит 1 414 мы имеем среднее результирующее значение общего сигнала который мы видим вот здесь но это только до того момента пока мы ничего не начинаем с ними снимать моменту съема у нас начнет появляться совсем другая механическая вещь поскольку один генератор физически находится в режиме генерации второй момент как бы в режиме простое естественно нагрузку будет испытывать первый но здесь вот это вот центральная муфта она по сути оказывает жесткую связь между двумя вот этими объектами то есть то насколько вот этот объект начинает тормозить в этот же самый момент это же мощность собственно говоря сейчас пока не рассматриваем вот эту сцепку с мотором то есть можно раскрутить и уже смотреть как это дело работает то насколько мы тормозим вот эту в этот же самый момент 2 на насчет на столько же пытаться как бы ускориться относительно вот то есть мы используем опу в качестве опоры две функции с проворотом фазы на 90 градусов оптимальное значение для съема естественно составляет у нас как бы мы должны получить по частоте электростатики 1 3 в данном случае по электромагнетизму соответственно корень из 3 1 732 мы получаем вот такой вот график то есть да именно тот собственного и как мы в арест вадим кэмал да но но он не будет такой ровненький как бы нам хотелось потому что процессы имеют некую некоторую инерционность и мы получаем вот такую вот картину да все то же самое то есть провал вверху провал внизу то есть функция составляет косинус это частотная функция соответственно коэффициент стоит не перед функцией а внутри градусов то есть косинус 1 732 умножить на x соответственно для синуса это режим торможения это синус x деленное на 1 732 то есть можно обратно местами память это не принципиально важно сам применять процесс то что съем с этой стороны возможно в том случае когда мы имеем опору на другую ускорение одного вызывает торможение другого и наоборот то есть это построение вот по принципу опять же редуктора заднего моста то есть вот в этом случае мы получаем отношения по электростатике 1 3 то есть начал дальше моделировать что же дальше будет получаться если мы напрямую будем увеличивать то есть мы будем увеличивать в данном случае на генераторе можно сказать нагрузку можно так выразиться то есть получается что как бы сила отбоя до работы магнита будет быстрее совершать как скажем так вот эти предельные колебания но и это приведет собственно говоря очень интересного момента то есть у нас растет частота обмена между двумя собственно опорой и по сути две опоры свободном колебании находят между ними утроенная функция она уже собственно рисует уже вот такую вот характеристику то есть мы получаем что мы получаем уже низкую частоту сложенную из наших вот этих вот наши колебания это вот как раз колебания хода между левом и правом генератором чем выше мы наращиваем собственного чистоту между ними у нас начинает появляться несущая результирующая причем она равна очень интересному значению если мы взяли отношения допустим не корень из 3 уже а 3 вот здесь то общая картина собственно говоря пики несущей частоты у нас получаются через 3 пи периода если мы возьмем 5 то есть мы наращиваем биение между собственно рядом по сути двумя электростатиками можно так выразить мы получаем 5 периодов то есть сейчас это как поскольку это графики то они по сути не учит то есть они не учитывают индуктивность витков это по сути график одного витка то есть при индуктивности когда мы видим вот эти системы у нас он остается достаточно тоненький но бывает чуть-чуть лохматенький и при этом у нас растет амплитуда то есть мы наращиваем индуктивность это другой процесс который увеличивает амплитуду вот этой усредненного как бы низкочастотный компоненты которая складывается из высокочастотный но еще один и напечатал для примера который визуально хорошо виден это семикратное превышение то есть это вот то о чем мы говорили как в трехфазном двигателе из микро вибрации складывается низкая частота и причем очень интересный момент чем выше частота вибрации между вот этим и вот этим элементом тем ниже частота результирующего процесса то есть результирующей мощности вот она сложение собственно говоря из высокочастотной статики низкочастотный компонент все простейший графиках но где собственно говоря одна функция опирается на другую соответственно одна ускоряется 2 на такой же самый момент тормозится но то есть вот пожалуйста в трехфазном двигателе мы имеем вот наши спокойные до 50 герц выводим хотя несущие там в районе 20 там 30 килогерц мог то есть это вот по вот этому принципу генерации значит что самое главное в этом моменте система не требует никаких датчиков у нее согласована механическая инерция с моментом съема потому что попытка снимать скажем так примеру с первого генератора постоянно приводит тому что он у нас выходит на тот же самое в то же самое положение что и второй генератор в данном случае мы просто подводим в одну точку собственно два плюса одинаковых по напряжению соответственно ds у нас равен нулевой а механическое торможение всегда прямо пропорционально электрическому съему в такой системе то есть два равных инерциоида которые собственно опираются в режиме генерации один на другой важным моментом в этой системе является вот это вот звено которое здесь поперечно нарисовано это как бы жесткая связь кому интересно это то есть я здесь упрощенно понятно дело нарисовал то есть можно спокойно открыть посмотреть как работает задний редукт вот вот такой картинке мы подошли вот к такому исполнению вот это скажем так пока что логическое как бы развитие на те скажем так реплики что стандартном исполнении это датчики нужны это нужны какие-то дорогостоящие элементы вот и вообще куча всего заморочен то есть вот примерная механическая модель простым генератором системой которая не требует ни датчиков не полупроводников и у нее автоматически электрическая мощность сбалансирована из полностью совпадает с инерцией двух генераторов вот на этом наверное пока что в принципе вопрос можно конечно нужно в принципе можно вот эту систему которая слева вверху нарисован на магнитах принципе и и применить и на железе на любом нет ты упускаешь самый главный момент как только ты применишь железо ты потеряешь всю сущность ее работы там не требуется это вообще перемена скорости там ты потеряешь принцип генерации в идеале вот этот генератор собственно говоря он один сможет выйти на точно такой же режим без сложности вот этих у него внутри уже реализована асимметрия прямо на пол по волновому резонансу на длине проводов то есть электромагнитную компоненту нам формирует вот в этой обмотке стенка блока электростатика собственно нас находится на разных частотах на краях провода вот здесь то есть если только как только ты добавишь в эту систему дополнительный объект в виде короткозамкутых витков железа это молекулы которые организованные структуры и тут же убьешь всю электростатику в данном случае вот этого генератора как бы вроде бы как бы получить прирост по электромагнетизму но ты убьешь принцип генерации тебя потеряется сразу же собственно этот принцип отношения 2 к 1 ясно вообще без вращающихся деталей можно это сделать да пожалуйста все переноси то же самое на электрический вариант то есть сейчас я думаю надо как раз испытать вот эти вот вот эти по сути как вот это вот плоская катушка которая нарисована это описывает просто идеальный вариант стандартной плоской катушки потому что у нас три оси по электростатике вот они 1 2 3 в этот же самый момент у нас находятся три оси по электромагнетизму между ними но то есть если мы рассматривали гармоники 300 статических оси кверху и фото и статических оси вниз но через 120 градусов вот они 120 градусов сверху все полностью соответственно это по сути получается как бы плоская катушка соответствующая геометрии вихре геометрия поля даже видно вихре в самой на морге воды да 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 я просто и говорю этот очень важный момент что видно при 6 правильно выставлены у тебя именно правильное отношение вот эти вот это электромагниты использовать вместо вращающихся в принципе да можно можно по сути использовать электромагниты две таких плоских катушки то есть посмотреть в режиме генерации потому что они должны вот эти две катушки уже должны вибрировать между собой потому что в тот момент когда одна у нас получается как бы в простое тот момент 2 в этот момент максимальной генерации но то которая в простое она тебе будет добавлять свою мощность электромагнит хитро да вот такая вот зацикленная система но то есть если прям напрямую механическом моменте то вот здесь вот собственно я должен то есть вот этот вот диск допустим который крутит мотор но самое простое как мы опять же мы говорили там через допустим резинку там или там через пружинку приводится потому что резко вот эта вибрация не должно напрямую отражаться на оси мотора то есть банально демпфер но то есть и как бы сказать вопрос жесткости связи вот это если в механической модели я думаю можно и развивать чисто вот это направление потому что вот в самой вот этой вот работе уже включено все вот и все объяснил так что в общем жду еще какие-то пожелания потому что тут как есть задача мозг решает не задачи мозг отдыхает давай в принципе вот эту тему я думаю стоит развивать потому что вот этот генератором по сути без противодействие должно быть так как нет и тот же самый принцип ты можешь переносить на любые железяки у тебя должно быть все то же самое вот у тебя твоя муфта которая жестко осуществляет вот этот вот твоя петля восьмерки да 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 вот вот она твоя петля восьмерка понимаешь чем дело а здесь получается так что смотреть ты получается восьмерку вот эту должен приводить в действие через нее у тебя низкая частота разницы фаз коммутируется высокой частотой а приводишь ты в действие за высокую частоту но у тебя должна быть возможность вибрации то есть не не прямой нагрузка не то что там валить там кучу ампер просто в провод хотя может быть и так сработает фиг его знает будем пробовать но одни кого не